друзья всем большой привет я рада приветствовать вас в своем новом видео как вы могли заметить давно уже меня не было на канале примерно таким месяц я отсутствовала а отсутствовала я по очень таким веским но очень приятным причинам собственно о чем сегодня пойдет речь если подготовила планшет чтобы ничего не забыть чтобы все вам рассказать не упустить важные моменты ну собственно я сильно не буду медлить и предлагаю сразу приступить к делу наконец-таки в нашу семью пришла это самая заветная наша мечта это мы сашей скоро станем родителями я беременна наконец-то почему-то говорю потому что путь достаточно у нас был тернистый долгий и сегодня я хотела бы вам рассказать как вообще в принципе вы к этому шли то происходит у нас сейчас и расскажу как в целом мы узнали какие были мои первые признаки беременности и в конце покажу вам распаковочку нашей такой большой но первой покупки для малыша поэтому досмотрите видео до конца и думаю вам будет очень интересно а если в течение просмотра у вас появятся какие-то вопросы или темы которые вы хотели бы чтобы я раскрыла чуть более детально жду ваши комментарии под этим видео обязательно всем отвечу если потребуется запишу дополнительное для этого видео итак вопрос планирования беременности в нашей семье встала довольно таки давно мы с сашей уже очень много лет вместе мы вместе со школы и в принципе еще в том возрасте мы знали мы понимали что мы хотим семью мы хотим детей поэтому мы понимали что там примерно в будущем она произойдет но уже тогда где-то голове где-то внутри души мы этого хотели мы этого ждали моменты когда мы там созреем когда мы будем к этому готовы поэтому в принципе когда мы готовились к свадьбе мы уже потихонечку начали и в том числе готовится к планированию малыша а именно я сходила на я регулярно хожу на осмотр планы к своему гинекологу и когда стал вопрос о том что мы наконец-таки готовы я об этом сообщила своему гинекологу и мне назначили какие-то минимальный список анализов гинекологических и нам назначили пропивать фолиевую кислоту за три месяца до первой нашей попытки мне и моему мужу вот собственно все анализы я прошла все было хорошо мы начали принимать фолиевую кислоту и после свадьбы у нас начались наши первые попытки на самом деле в тот момент я думала что ну вот-вот и где-то вот скоро это произойдет мне не облащение что мы будем проходить этот путь этот путь долго и у моего мужа было такое же ощущение потому что ну мы здоровы и молоды проблем никаких не было никогда вот и собственно мы уверенно к этому вопросу ушли проходил месяц за месяцем я продолжала принимать фолиевую кислоту также как и мой муж и постепенно с каждым месяцем наш энтузиазм утихал и мы уже немножко здесь так но не руки отпускали но в большей степени наверное просто такие ну ладно у нас каждый месяц это какая работа с чистого листа поэтому как бы сильно не расстраивались до признаюсь я как девочка наверное чуть больше это воспринимала на свой счет но по итогу как не знаю каждый раз каждый месяц я думала так ну вот все но вот с этого месяца все все будет хорошо так не в этом так следующем у меня было такое ощущение но где-то все равно внутри души я понимала что почему за что были такие вопросы были такие моменты и проходит ну больше полугода я попадаю с такими резкими болями в тазовой части к гинекологу к своему и мне смотрят на узи и ставят диагноз эндометриоз тогда я с этим столкнулась первый раз в жизни ранее никогда мне об этом никто не говорил никогда мне его не ставил хотя регулярно проходила все обследования и честно признаться я в этот момент была очень огорчена но по боевому настроена потому что это отчасти появился такой знаете ответ на вопрос но почему же возможно у нас не получалось и если вот сейчас что-то там подправить так сказать то вот наконец таки возможно все получится и мне назначают гормонотерапию я так понимаю что как правило в основном таким образом пытаются этот вопрос решить как уже потом со временем выяснилось что как таковой эндометриоз он не лечится и эндометриоз бывает разной степени его бывают разные и в моем случае мне не говорили что что-то прямо критичное но мне сказали что ну да это может влиять мне назначили вот такой огромный список сдать анализов на разные гормоны на витамины на все 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 я все сдала и выяснилось что у меня повышен немного тестостерон у меня идет несоответствие моему не помню каких гормонов но что идет несоответствие определенных гормонов и мне необходимо пройти курс гормон терапии ну если кто-то из вас уже сталкивался то вы наверное понимаете в чем сейчас расскажу а именно я проходила лечение с ней доктор сказал готовься что год год ты будешь на терапии естественно в этот момент мое эмоциональное состояние дало вообще полный сбой потому что ну я к этому не была готова абсолютно и несмотря на это я понимала что надо значит надо значит необходимо приступать и первое первый этап моей гормон терапии это был прием противозачаточных препаратов противозачаточные препараты я пила несколько месяцев мое состояние физическое с каждым месяцем ухудшалась честно признаться это было ужасно я за это время успела и набрать вес тем сам что я очень мало кушал потому что просто не могла кушать потому что меня постоянно тошнило от этих препаратов я ранее никогда в жизни этого не принимала даже несмотря на то что я сдала все анализы мне прописали все препараты относительно в моих анализов но все же чувствовал я себя очень плохо и ждала уже когда поскорее наконец-таки это все закончится но естественно на этапе гормона терапия именно противозачаточных препаратов с беременем женщина не может то есть я понимала что мы на какое-то время берем паузу и несколько месяцев по окончанию приема противозачаточных препаратов мне назначили также вновь анализы также назначили сдать анализы моему мужу и если все там хорошо если есть какая-то положительная динамика то мне назначат опять же гормона терапию по выходу из противозачаточных препаратов потому что просто так прерывать их нельзя в итоге все у нас было с позитивной динамикой и мужа все тоже было отлично и мне назначили выход из противозачаточных препаратов другим гормоном и я еще на протяжении наверное е полугода может даже чуть побольше принимала другие гормональные препараты а именно гормон прогестерон я думаю многие понимают о чем я сейчас говорю названием препаратов я оставлять не буду потому что не вижу в этом никакого смысла и уже непосредственно с приемом прогестерона уже можно было начинать новые попытки так сказал мне мой доктор что 99 процентов что но край через полгода у вас все получится потому что ну нету предпосылок того чтобы вас не получилось проходит месяц за месяцем я таком на эмоциональном подъеме что вот наконец-то скоро все получится что все в порядке и единственным моментом было то что мое физическое состояние все ухудшалось и ухудшалось а я чувствовала себя хуже физически я выглядело хуже у меня падали волосы у меня испортилась кожа хотя я не склонна к акне но у меня начали появляться какие-то неприятные моменты на лице и у меня появились очень очень сильные отеки то есть такие отеки что у меня была прибавка в весе 7 килограмм для мне это очень много они до принимая один месяц препарат прогестерона мой муж сказал все хватит потому что увидел что мои эмоциональное физическое состояние просто уже не готова и я принимаю решение допиваю на курс ну то есть месяц прогестерона до конца и больше снова месяца уже не возвращаюсь и происходит достаточно хороший позитивный момент нашей этой истории истории нашего планирования я отыкаюсь на очень известного репродуктолога в новосибирске звоню чтобы попасть на прием и мне говорят ожидания на первичный прием полгода можете стать лист ожидания тут я понимаю что я просто все то слезы и эмоциональное просто опущение состояния просто на нуле я понимаю что так ну просто не пойдет я не готова я уже просто вся вымытая на и физические психологические и принимаю решение найти этого доктора в запрещенной социальной сети и написать ей лично в директ что я и сделала описала нашу ситуацию и вы не поверите мне перезванивать с клиники и говоря что через две недели мы ожидаем вас вот я была очень счастлива потому что я уже если честно не видела конца в этой всей истории потому что я уже приняла тот факт что ну если в нашей ситуации в нашей жизни в нашей паре не суждено родиться ребеночку ну значит тому и быть и приходим мы на прием ну естественно вместе объясняем всю нашу ситуацию и доктор нам говорит что но первым делом не отправляют на сдачу анализов повторно практически все то же самое что я сдавала до то есть проверка витаминов гормонов то есть как все выглядит также доктор меня сразу осмотрела и оказалось что я не вижу ничего критичного я не вижу какой-то стадии серьезные эндометриозы то есть какие-то какой-то нюанс есть настолько что я даже не буду это писать в ваше заключение поэтому считайте что у вас этого нет и когда пришли анализы то выяснилось что не поверите но все было настолько что даже мой витамин d который казалось бы обычно у всех недостаток его у меня была передозировка то есть я настолько всего перепела сколько мне прописывал предыдущий доктор тоже репродуктолог эндокринолог но немножко меня вот смутило это все по результатам до лечения что ничего не помогло поэтому я приняла решение сменить человека сменить доктора и когда новый доктор это увидел и сказал о том что это просто так быть не должно и мне отменили все препараты мне просто отменили все мне и мужем уж тоже пила витамины в основном ну такие комплексные можно так сказать и и она сказала что я могу вам предложить несколько вариантов первое вы можете сдать генетический тест на совместимость вы можете воспользоваться альтернативными методами репродуктивной медицины или вы можете продолжить попытки сами естественно мы от первых двух вариантов отказались почему говорю естественно потому что в нашем случае когда нам говорят что мы полностью здоровы и просто не видела смысла прибегать к более серьезным манипуляциям медицинским и нам тогда доктор сказала что до лета ко мне не приходите это была весна и мы такие хорошо и все и нас просто отпустили свободное плавание мы ничего не принимали мы жили свободной жизнью мы просто наслаждались той жизнью до эмоционально были разные скачки потому что уже даже в такой ситуации когда говорят что ну все хорошо и вот все равно ничего не получается и просто мы я была на приеме у одного узиста просто плановый посмотреть там происходит овуляция или нет она сказала все у вас в порядке все у вас отлично девушка у вас скорее всего просто эмоциональное бесплодие а это останавливаться на термине бесплодие естественно доктор репродуктолог нам поставила в нашей карте что мы имеем бесплодие не ясного генеза о чем это говорит это говорит о том что если при регулярных попытках спустя год у парня получается забеременеть то этой паре ставят диагноз бесплодие и ну услышать такие слова конечно было максимально тяжело но несмотря на все это я понимала что ну значит все у нас будет хорошо и когда-то все-таки счастье в нашу жизнь придет и следующим этапом была проверка на проходимость маточных труб это уже можно сказать обязательная процедура в случае всех этих этапов которые мы прошли и меня этот доктор направила на процедуру гсг гистеросальпингография это проверка маточных труб под рентген аппаратом и я прошла эту проверку если вдруг также вас будут вопросы или вы захотите более детально услышать как я проходила как я готовилась то могу тоже вам об этом рассказать но сегодня на этом останавливаться не буду потому что это такая отдельная тема и результат пришел положительным все хорошо и тут я поняла что ну все все отлично все у нас порядке и у мужа и у меня значит просто время малышу прийти в нашу жизнь тогда когда суждено этому случится и тут нашей семье начались интересные изменения такие как появление в нашей жизни питомца о чем я говорю если вы не смотрели предыдущие мои влоги о том где мы покупали французского бульдога в подарок моей маме можете немножко опуститься вниз и посмотреть собственно здесь я останавливаться сильно не буду но когда это нашей жизни произошло мы максимально погрузились в эту обстановку появление нового члена нашей семьи я настолько дарила нам любви и дарит по сей день любви и внимания что максимально отвлеклись от того что есть в нашей жизни да то что у нас происходит и как мы готовились к тому чтобы наконец-таки маме и привести тоже есть влог с этой поездки как мы ехали в москву и как мы вручали нашу прекрасную ванжель маме как она была счастлива поэтому спойлер в этом влоге влоге с москвы я уже была беременна и я об этом не знала и как вы уже поняли следующим этапом я вам расскажу как мы узнали о том что я беременна когда мы приехали в москву отвозить ванжель кук маме мы планировали с москвы вылетать потом отдыхать в турцию и мы спланировали все так что мы приезжаем москву проводим там некоторое время обосновываемся собачка чтобы вам все было хорошо чтобы все было замечательно и через недельку у нас был куплен билет в анталию и еще этот билет у нас был куплен специально под так сказать те дни когда нам с вами девочками больше всего комфортно ехать вот туда то есть что все все начнется все закончится и я спокойно отдохну на море мы приезжаем москву я понимаю что дни этих все нет и нет думаю ну ладно хорошо допустим подождем потому что может быть там дорога или еще что-то как-то повлияло на этот процесс ну ладно сильно я об этом не думала потому что было столько позитивных эмоций от встречи с мамой мамы встреч мамы с собакой поэтому мы как-то не знаю как это сильно этому внимание не уделяла и проходит неделю я понимаю что у меня же должно было все закончится умеешь даже ничего не началось и такая думаю так эти моя первая мысль вот если это еще и все затянулось до того что это все начнется в турции в отпуске то все то я эмоционально точно уже на нуле и все я опускаю руки и не знаю что со мной будет круче я думал об этом то вот вот там все задерживается и задерживается из-за каких-то непонятных причин но не той самой вот мы вылетаем в турцию у меня потягивает живот ну все мы девочки наверное понимаете о чем я говорю примерно так как первый день наших дней и я думаю ну вот вот значит начнутся ну вот я буду всю неделю мучиться на море вместо того чтобы отдыхать плавать и веселиться тут я говорю сестре о том что вот так-то так-то какая-то странная ерунда болит написала немножко то что было до она мне говорит это сделала я говорю нет ангар почему я чтобы вы понимали за эти два с там пусть бы с половиной года точно уже не помню сделала просто миллион тестов на беременность естественно все они были отрицательные большинство из них было да не большинство все они были за до дня x естественно да и не дожидалась и находила кучу признаков себе кучу всего чего на самом деле не было а мы что-то и было но не совсем то что нам нужно и она горит сделает тест я курт этого еще подождем но у меня живот болит ну по-любому сейчас начнутся проходит день проходит 2 нагреть так встала и пошла за тестом сходили мы с мужем купили тест мне говорят вам несколько дине нам хватит одного и думаю что ну сделаю один тест как обычно там все будет отрицательно и тот самый момент когда я делаю тест там такой был тест где пипеточкой капаешь и и ну идет реагент вот обычная дома полосками пользовалась либо электронным капаю я пипеточкой только реагент начинает идти и у меня первая полоска которая собственно дает результат она просто появляется мгновенно и достаточно яркая ну понимаете да уже неделя задержки получается я такая что первая моя реакция я просто была в шоке я не сняла этот сожалению момент потому что как вы понимаете я просто не была к этому готова я просто не ожидала я не ждала я ждала и когда придут эти дни я злилась что то вот они не приходят испортить мне отпуск и тут просят две полоски простил в шоке сестра начинает прыгать радоваться я понимаю что я просто в ступоре хожу к мужу показываю но он начинает радоваться мне обнимать я стою просто в шоке я такая что со мной происходит я не понимала что конкретно со мной происходит понимала что что-то происходит а что конкретно я просто не могла в это поверить поэтому первая моя реакция это полный ступор полный шок несмотря на то что столько лет мы к этому шлист отрицательных тезов столько анализов разных болезненных процедур и просто тут я вижу когда я максимально об этом не думал меня начинает поздравлять я понимаю что так какой-то непонятный тест возможно какая-то ошибка я не знаю что это за фирма вполне может быть ложноположительным даже тут я не поверил когда мне было просто две таких прям ярких полос говорю нас давай я на следующий день куплю еще купила еще два теста сделала второй тест он был еще ярче и следующий тест я сделаю следующий день чтобы посмотреть что есть динамика что там уровень хабачи растет тут я постепенно начинаю понимать постепенно не полностью но понимает что со мной происходит что наконец-таки это произошло но так как мы были в другой стране я не могла пойти к доктору ну я могла но я не очень хотела плюс был под до 2 перелета плюс дорога и так далее и я подумала о том что ладно надо потерпеть до дома у меня были переживания как там а что потому что у меня достаточно так прилично болел но живот и поясница приличная так тянула я думаю ну ладно лишь бы там все было хорошо по прилету домой обязательно я уже находясь там в турции я записалась на узи и прилету пошла и собственно не дожидаясь узи уже многим нашим родным вы рассказали там мамам и папам мы не выдержали потому что эту новость и ждали просто все все наше окружение все знали через что мы проходим потому что но сложно это скрывать и так мы рассказали нашим родственникам это тоже я не успела снять потому что я вообще было непонятно где в каком-то космосе по прилету домой по прилету с анталии в новосибирск я пошла на узи где мне подтвердили что все у вас на месте все хорошо я естественно сдала сразу хочу у меня уже был большой показатель очень по моему 15000 единиц если я не ошибаюсь и с этого момента все началось следующее о чем я хотела вам рассказать это о своих первых признаков беременности которые я уже распознала достаточно поздно но которые были достаточно яркими и явными но я на них внимание не обращала потому что как вы уже могли понять я просто ну была не сфокусирована на этом поэтому не придавала этому значение хотя это было достаточно забавно потому что признаки реально были очень яркие первый признак который у меня был это изжога и я человек который не склонны к ожоге ранее у меня ее практически никогда не бывало а тут я просто просыпаюсь ночью от того что это мы еще только ехали в москву я просыпаюсь от того что это получается было до дня x еще то есть уже это было за пару дней до предполагаемых дней и ночью я просыпаюсь от того что меня просто жуткая изжога меня очень сильно тошнит и я подумала что ну что-то я съела наверно плохое жирное пыталась пить и синтуки там еще что-то чтобы прийти немножко в себя потому что было прям ну очень плохо но я никак не думала что это может быть связано с чем-то другим следующее это у меня очень сильно обострилась обонянием чего тоже не заметила сначала но с первым тестом я все вспомнила все поняла а вот оно что было мне очень сильно ярко пахли все запахи которые ну казалось бы просто ненавязчивые этом году мама что так пахнет ужасно пахнет ярко пахнет ингредиенты чем пахнет все как обычно муж говорил там но там сильно там то-то пахнет все это пахнет круто ничего такого нет также в турции еще одно только сделает с я обшикалась пантенолом и запах шикую думал что за запах пахло чем-то максимально таким невкусным затухшим я не знаю ну то что не даже не запахом какого-то одну стандартного крема как это бывает у пантенола и все вокруг мы летали с сестрой и и мужем моей племяннице и моим мужем таки говорят ничего не пахнет обычный пантенол пантенолом пахнет чего особенным а я просто не могла им его использовать потому что для меня это какой-то был просто ядовитый запах но и таких моментов было очень много и собственно обостренное обоняние но со мной до сих пор следующий признак это было то что я была очень сонливая причем это не просто знаете что тяжело распознаете и например сегодня занималась такими-то делами и рано захотела вечером спать или там но немножко смеливая днем нет это не так состояние было такое что я просто в обед вырубалась на два часа потому что я не оказалось что мне просто все у меня села батарейка я не могу делать ничего я не могу даже просто сидеть на диване не говоря уж о том чтобы что-то куда-то гулять или что-то делать серьезное не просто вырубал я просто отключалась и следующий признак это была тошнота причем я не сразу помела в чем дело потому что мы с мужем когда прилетели в турцию мы ехали на трансферы в наши апартаменты и мне стало дурно то есть меня стало мутить так что при обрезка тошнота и не рвет но у меня было среди что как будто меня очень 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 сильно укачала в машине что в принципе со мной практически не бывает я спокойно отношусь к езде к вождению поэтому с этим проблем никогда не было только в детстве на аттракционах каких-нибудь одна из основных таких признаков последних это было тошнота основных таких признаков я больше нужен наверное не вспомню потому что она единственная игра то что подтягивала живот еще до задержки но с такой при этом сложно это отнести к признакам потому что ну у многих еще без беременности еще до дня x полить животик потому что скоро начнутся эти дни и на этом наверное с признаками я закончу ну и в целом наверное я хотела бы уже постепенно заканчивать это видео о том как прошел мой первый триместр беременности где мы заключили контракт на ведение беременности и даже где мы решили уже рожать то есть мы уже выбрали роддом я расскажу вам следующих видео обязательно теперь этого контента будет много потому что эта часть моей жизни это то что я сейчас проживаю если вам было интересно оставить пальчик вверх если вам понравилось а также пишите комментарии я на все вопросы вам отвечу следующим фрагментом этого видео будет распаковка нашей коляски которые мы очень сильно хотели которые мы ждали и приятного вам просмотра нам пришла долгожданная покупочка мы заказали коляску cybex прям 4 сейчас покажем вам что у нас здесь в комплекте единственное мы еще автокресла авто люльку еще не заказали закажем чуть попозже заказали на шасси rose gold в цвете deep black давайте посмотрим а какие большие мощные там каждая деталь видимо крепление стоппер какой-нибудь ну красота конечно так ну давай колесики приделать так перед просто вставляем все готово все просто до 2 перевернуть так я немножко тоже надо как бы подразобрать я посмотрим а вот она это крутая ткань это этот на прогулку так она пока сплющена ее нужно расплющить это матрасик доставай я думаю сначала надо это под голову сюда подушечка вот так и залазить а сначала подушечку а и и и и и и и До упора, ага. Док для прогулки, сюда, 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 бэк. Не знаю. Хорошо, я вот так вот сжамплю. И я поразвожу аккуратный надрез. Какой? Ребята, поправочка. Это не Deep Black, это Sepia Black. И отличается оно тем, что здесь вот этот подклад. Сейчас я вам покажу. Вот этот, он идет черный. А Deep Black и Onyx Black, они идут такого серо-голубого оттенка.